Учитель русских учителей, так называют известного педагога Константина Дмитриевича Ушинского. К 200-летию со дня его рождения в Музее народного образования Симбирской губернии открылась выставка «Призвание учитель». Идеи великого педагога остаются актуальными и для современной школы. Ушинский является автором первых книг для начальной школы «Родное слово» и «Детский мир». В книге «Родное слово» содержались небольшие рассказы, сказки. И в первую очередь знакомила книга детей с русской культурой. То есть с помощью загадок, поговорок. Ребята, ученики начальных школ изучали русский язык, знакомились с грамотой. А вот уже в книге «Детский мир» там представлены более сложные темы. На выставке представлены дореволюционные издания учебных книг и педагогических трудов Ушинского, наглядные пособия XIX века для уроков чтения и письма из фондового собрания Музея-заповедника «Родина Ленина». Помимо педагогических заслуг Ушинского, хорошо известна его деятельность как писателя. Экспозиция знакомит с его книгами для детей. Кроме того, материал выставки расскажет о профессоре и заслуженном учителе РСФСР Никитиной Екатерине Ивановне. Награжденный за свою педагогическую деятельность медалей Ушинского. В этом году также отмечается столетие со дня рождения Екатерины Ивановны Никитиной. Это заслуженный учитель РСФСР и профессор кафедры русского языка и литературы Ульяновского педагогического университета. В нашем музее неоднократно бывают студенты и преподаватели, кто лично был знаком с Екатериной Ивановной. В витринах можно увидеть учебник «Русская речь», который был в советское время в 90-е годы неотъемлемой частью учебного комплекса по русскому языку для пятых-седьмых классов не только в ульяновских школах, но и по всей стране. На выставке представлены фотографии и альбом, переданные Фонда Музея-Заповедника Родины Ленина педагогам Ириной Борисовны Лебедевой, ученицей Екатериной Ивановны. Выставка будет работать до 10 ноября.